господа спасибо что пришли я очень рад действительно здесь выступать поскольку мне кажется что новая газета это абсолютно уникальное совершенно явление в нашей стране очевидно ни с чем не сравнимая и на большая честь выступать в рамках тех мероприятий которые они организуют я сначала скажу два слова о себе потому что мне кажется что все всегда важно чтобы понимали люди понимали кто говорит то что они слышат или кто написал то что они читают значит я психолог по образованию как совершенно справедливо было замечено я не сразу пришел в психологию сначала закончил 4 курса физического факультета вот но это как раз не важно а важно то что я закончив факультет психологии московского университета в москве я начав учиться в ленинградском университете мне товарища жданова я начал заниматься вещами бесконечно далекими от того о чем буду вам говорить сколько я переводился из ленинградского университета в московский это было очень сложно поскольку разные психологические школы было трудно в середине 4 курса адаптироваться то мой тогдашний научный руководитель покойный ныне игорь семёнович кон сдал мне две книжки и сказал по-английски из кого слушай этого никто здесь не читал ты прочти напиши про это курсовую может диплом а дальше а дальше разберешься вот книжки были про межличностную привлекательность симпатию любовь и так далее вот я их с удовольствием прочел вот и защитил сначала курсовую потом диплом потом диссертацию меня оставили на кафедре высоким учения старшего лаборанта вот после диплом с отличием естественно значит и довольно быстро стал читать курс который назывался психологии эмоциональных отношений студентами называли про любовь потом я стал заниматься психотерапией вот и имел в общем достаточно неплохую частную практику и все шло очень хорошо и в общем так сказать на рельсах я был совершенно убежден в том что московский государственный университет такая останется единственной записи в моей трудовой книжке ну потому что добра добра не ищут хорошая жизнь все нормально хорошо платят ну то есть сначала там платили копейки но можно было подрабатывать в общем все 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 здорово студенты любили мои лекции выходили книжки я был избран первым президентом ассоциации психологов практиков это первая реально профессиональная организация которая была в нашей стране вот все было здорово и понятно и в общем даже у меня была так сказать ну в какой-то стане полготовности докторская диссертация и вот и тут случилась такая мелкая неприятность умер сначала умер брежнев потом умер друпов потом черненко вот началась эта гонка на лафетах вот и понимать вот эта вся тема психология власти это часть моей жизни значительной степени потому что моя жизнь изменилась изменилт ку shop по моей собственной дурости можно было и не меняться мне просто стало ужасно интересно что происходит в стране а происходило по нашему ведомству по психологическому примере экономика оставалась тот же политическая система стала столь же при при михаага сергеевич и люди стальствой иначе нет они стали большого и бац они стали собираться на перекрестках на площадях стали обсуждать бухарина троцкого ленина Сталина там вообще что-то такое пошло, московские новости вывешивали эту газету возле своей редакции, газет же не хватало. Я помню сцену, я помню сцену зимой, такой моросящий мерзкий московский дождь, значит, стоит один мужик с фонариком освещает эту страничку, а другой читает вслух. Вот, а с первой строчки до последней, а еще несколько человек стоят и слушают, потому что всем-то не пробиться к этому делу, да? Я попытался понять, что же происходит, и там мы с моим другом написали пару статей на эту тему, вот, но игры с дьяволом, они, в общем, никогда не заканчиваются в пользу кого-нибудь, кроме дьявола. Значит, я неожиданно эти игры закончились тем, что я обнаружил себя в этом ужасном совершенно здании на Старой площади, где до того был ЦК КПСС, куда меня, естественно, никогда не пускали, и, в общем, я и не рвался, я никогда их не любил, членом их партии не был, вот, но тогда там размещалось правительство Егора Гайдара, а я там себя обнаружил в должности его советника, вот, при том, что ни он, ни я не понимали, зачем, что я там делаю, вот, но, тем не менее, вот я там год проработал пока, ну, год тот год, который его, который был отпущен его правительству, вот. Вот, с тех пор я работал на самых разных позициях, я был советен, я начал работать довольно быстро в ежедневном режиме с главным врагом русского народа, с Анатолием Чубайсом, вот, помогая ему поставить страну на колени, уничтожить русский народ, там, и так далее, ну, в общем, с чем-то мы справились, с чем-то нет, вот. Вот, потом я работал членом правления РАОС России, одним из директоров Роснано, там, и так далее, и так далее, вот, я был в, я помогал Гайдару сделать партию «Демократический выбор России», я ему помогал преобразовать ее в Союз правых сил, я с его подачи и по его требованию прямому вошел в безумный и неудачный проект партии «Правое дело», вот, ну, вот так. Но при этом я всегда оставался психологом, потому что психолог – это не профессия, психолог – это точка зрения. Как один всем известный человек говорил, что не бывает бывших чехистов, так же, на самом деле, не бывает бывших психологов. Психолог – это та точка, с которой вы смотрите на мир. Помните старая байка про пяти, пять мудрецов, или, там, пять слепых, я уж не помню, которые изучали слона, один слон похож на стенку, слон похож на тумбу, там, и так далее, но если вы хотите понять слона, если вы хотите получить интегральную картинку слона, то вы должны все эти точки зрения сложить вместе, и тогда у вас есть шанс получить настоящего слона, да? Вот психологи смотрят с точки зрения человеческих эмоций, психологи смотрят не с точки зрения, там, не знаю, финансовой стабильности, а с точки зрения человеческих эмоций, да? И я оставался психологом всегда на всех постах, на которых я работал, на всех, со всеми зонами ответственности, которые у меня были, я все равно себя чувствовал себя психологом. И вот с этой точки зрения мы с вами будем говорить о власти, о психологии власти и о том, почему же мы соглашаемся, чтобы они нами правили. Вот они, я имею ввиду, вовсе не обязательно лично Владимира Владимировича Путина. Почему люди соглашаются, что им правил Трамп? Почему люди соглашаются, что им правил Оланд или Карл Первый? Нам это не важно. Мы соглашаемся, чтобы нами правили. Мы соглашаемся, подавляющее большинство людей на земле соглашаются с тем, чтобы была некая иерархия, некая структура, которая может довольно сильно влиять на их жизнь. Значит, откуда эта структура берется и зачем? Значит, зачем мы друг другу подчиняемся? Ведь на самом деле были в человеческой истории времена, когда власти не было. Ну, такой институционализированной власти. В эти времена никто не помнит, но не было и письменности. Это что-то между нашими предками животными и современным человеком. Я не знаю, сохранила ведь современная наука название первобытно-общинный строй. Я просто не знаю. Когда жили вот такие, так сказать, дикари, то вот у них как бы ничего не было. И сегодня есть, между прочим, места, куда государство не вмешивается, где нет власти. Нет власти. Допустим, это соседские отношения. Ну, те, кто бывали в Соединенных Штатах, знают вот эти вот нейборхоудсы, вот эти кварталы одноэтажных или двухэтажных, конечно, домиков семейных. Да, прежде всего, ну, чаще всего двухэтажных, вот, кварталы вот этих домиков. И там люди как-то организовывают между собой жизнь, как-то они там живут, договариваются. Там нет главного. Там нет главного, да? Вот. И это вообще все время идет борьба. Куда государство вмешиваться, куда нет. Наше покойное государство считало, что оно имеет полное право указывать, какая музыка правильная, а какая неправильная. Верно ведь? Она имела, ну, и оно это делало, оно это делало реально. Вот. Ну, а, допустим, сегодняшнее государство сказало, что оно не будет вмешиваться в определенные формы семейного насилия, да? Оно его декриминализирует. То есть, если там муж побил жену, но не нанес тяжких телесных повреждений, то, ну, ладно, ребята, это ваше дело. Это не дело государства. Это сегодняшнее государство сказало. Оно, так сказать, ступило, да? Но в то же время оно в каких-то других местах оно наступает. Оно говорит, нет, ребята, вы тут деньги из-за границы получили, вы будете называться иностранной агентцией со всеми радостями, да? То есть, это вот идет такая постоянная борьба, да? Там либералы во всем мире говорят, что государство должно быть маленьким и не вмешиваться во то, что вас не касается, да? А там социалисты, там левые говорят, да нет, вот как же мы же должны вот это распределять, вот это распределять и так далее, да? Но с чего это все возникает? А возникает это с того, что жизнь по традициям, ну, или по понятиям, вот, понятие, оно какое-то уголовное слово, но на самом деле это правильное слово-то. Это правильное слово. Все понимают, как надо, все понимают, как надо, все разделяют некое понимание, да? Почему так и не жить, да? Так вот, оказалось, что когда традиции меняются, вообще, когда меняется жизнь, да, то традиции не срабатывают. Ну, не срабатывают и все, да? Значит, там, ну, я не знаю, были представления об уличном движении, но когда появился автомобиль, то оказалось, что нет. Вот надо как-то регулировать, вот иначе не получается, да, вот иначе не получается, да? Или там было представление о правильном поведении христианина, да? Ну, все замечательно, но когда рядом появляются мусульмане, значит, надо как-то вообще все регулировать, потому что иначе как-то мы не можем договориться, да, должны быть какие-то правила и так далее, да? Вот, и эти правила возникают, вот, и, в общем-то, государство возникает для того, чтобы мы не подчинялись друг другу, чтобы не было власти сильного. Так, на самом деле, идеальное государство, да? Ну, потому что, а иначе, кто с кольтом или с кастетом, тот и прав, да? Да, он и будет свои порядки устанавливать, да? Но если мы устанавливаем государство, да, то мы говорим, нет, ребята, значит, так, есть правила, да? Вот, кстати, замечательный пример государства, возникшего снизу в значительной степени, ну, с использованием, правда, интеллектуального опыта человечества, это Соединенные Штаты, где очень многое возникло из таких общин независимых людей, и одно из определенных демократий американской, популярной в Америке, демократия, это власть вооруженных мужчин. Вооруженные мужчины стали договариваться между собой о делегировании определенных прав другим людям для того, чтобы не перестрелять друг друга. Это же вообще спокойно, спокойно как-то жить. А Гоббс выводил государство из стремления каждого к войне против всех. Вот, и он говорил, что если этого не сделать, то тогда все друг друга поубивают, да? То есть, кстати, Гоббс это первый человек, который вывел государство, вывел политику из психологических особенностей людей. Вот он постулировал, что люди друг друга убивают, и чтобы они этого не делали, надо ввести какие-то правила. Окей, значит, вот так это возникает. И без этого, знаете, вот можно ограничивать государственную власть. Можно говорить, не лезьте в музыку, можно говорить, не лезьте в семью, можно говорить, не лезьте в постель, можно говорить, не лезьте в бизнес. Все что угодно, да? Да, но нет на земле сегодня, и, наверное, не будет никогда общества, которое откажется от государства вообще. Которое откажется от власти. Вот это такая же утопия, как общество без денег. Вот, ну вот пытались, да, сделать общество без денег, не получается. Вот, общество без власти тоже не получается. Никогда, я думаю, никогда не получится, да? А теперь, знаете, посмотрим на то, на чем эта власть держится. Она держится на трех психологических феноменах. На трех. Это страх, согласие и, как ни странно, любовь. Вот страх, как психологический механизм. Ну, вообще, кажется, что это не психологическая вещь, да? Ну, понимаете, если к вам, не дай бог, ночью подойдут двое с ножами или там с пистолетами и попросят отдать там кошелек, часы там и так далее, то, скорее всего, вы отдадите, поскольку жизнь дороже. Вы смиритесь с определенной материальной потерей, смиритесь с унижением, которое вы, естественно, при этом испытаете. Но идти на нож ради кошелька, ну, вот все-таки, все-таки, наверное, не надо, да? Вот. То есть, у них есть власть, и они эту власть использовали. Эта власть основана на силе. Но власть, основанная на силе, нестабильна. Потому что, если он скажет вам, вот этот с ножом, а завтра приди, принеси еще, то вы не придете. Вы обойдете это место стороной, или вы придете с друзьями, которые, значит, его размажут, или вы придете с полицией, ну, и так далее, да? Но вы не будете ему подчиняться. Вы перестаете подчиняться, как только уходит реальная опасность. Толеран, по-моему, а может, Фуше, я все время путаю, сказал, что штыки всем хороши, кроме одного, на них нельзя сидеть. Вот сидеть нельзя. Так-то хорошо, да? Значит, приехал, захватил деревню, всех коров увел, всех женщин увел, остальных убил. Ну, классно, да? Пришел на следующий день, и что? А никогда ничего нету. Уже ничего нету. Ты можешь это сделать один раз. Ну, или вообще недолго, да? Ну, или можно делать, там, собирать дань достаточно долго. Но, ее можешь убирать до тех пор, пока они вас боятся. Пока есть страх. Как только страх исчезает, все. Вот у Фрейда есть книга «Тотем и табу», значит, где описывается первое восстание. Значит, жестокий и властный, сильный отец держит в повиновении сыновей страхом кастрации, забирает в себе всех женщин, их, так сказать, ни к чему хорошему не допускает, там и так далее. В какой-то момент они собираются вместе, убивают его и устанавливают новую иерархию власти. Отлично. А вот теперь скажите, а кто сказал, что это было первое восстание? Нет, это было не первое. Восстаний было много. Просто он их подавлял. Он их подавлял. Они пробовали. Они пробовали, они восставали. Он показывал, что он сильнее. Они опять подчинялись. Потом они опять пробовали. Следующую попытку предпринимали, да? Но это значит, что был момент, когда он был уже слаб, а они еще этого не знали. Был момент, когда он правил не на силе, а на страхе. Потому что они его боялись. И поэтому в любой революции происходит проверка на прочность. А как? А ты вообще вот... Можно не только революция. Засылка, то, что делают все страны, ну, такие серьезные авиации. Посылка беспилотника. Чуть-чуть заехали. Чуть-чуть перешли границу воздушного пространства. А зачем? А проверьте, а что у них с ПВО? Они вообще реагируют или нет? Они умеют реагировать. А у них получится, не получится? Это проверка друг друга тестирует постоянно. И Советский Союз это делал, и НАТО это делало всегда. И до сих пор это делается, конечно. Это совершенно нормальные отношения военных структур. Но я могу вам привести пример политический. Из нашей собственной истории. Недавняя относительно. Первый съезд народного депутата в СССР. Ведет товарищ Лукьянов, который вдруг предоставляет слово никому неизвестной тетке из никому неизвестного тогда города Грозного. Кто знал город Грозный? Это сейчас Грозный, это Грозный. Сажу Малатовой. Ткачихи, избранной по квоте Красной Сотни от коммунистической партии. Выходит с Сажу Малатова и предлагает Михаилу Сергеевичу Горбачеву подать в отставку с поста Генерального секретарства КПСС. Так на минуточку. И спускается. Вы понимаете, что Генеральный секретарь это фигура, в сравнении с которой Господь Вседержитель отдыхает. Ну, вообще, в нашей истории. Это что? Куда там императору какому-нибудь? Это все. И вот она выходит и это говорит. Слушай, а как я вам сейчас слово получил? Там 2250 человек. Там такая драка была за трибуну. Почему вдруг это четкие слова дали? А потому что ее не жалко. Потому что Анатолий Иванович Лукьянов, как человек очень умный, он проверял. Вот она вышла и сказала. Но она дура. Ей сказали сказать, а она сказала. Вот, значит, она вышла и сказала. Так, спустилась. Молния не ударила. До дома дошла. Под машину не попала. На канатчиковую дачу не свезли. Ага. Значит, можно. Значит, можно. И вот тут-то они все на него и набросились. На Михаила Сергеевича. Вот. То есть, это вот такая нормальная вообще история. Но, понимаете, все хорошо, но в какой-то момент тебя перестают бояться. И либо ты должен тратить все больше сил на подавление. Все больше и больше и больше. Ну, как и в этой истории Римской империи было. И в истории Третьего рейха. И в нашей истории. И этих сил становится уже просто. Ты столько тратишь. Такую часть своих ресурсов на подавление. Что удержаться невозможно. Ну, либо надо искать что-то еще. Что еще? Согласен. Мы соглашаемся на то, чтобы они нами правили. Да? Вот. Согласие. Ну, в политологии это легитимность. Это и есть легитимность. Психологическая легитимность. Она к политической легитимности. С политической легитимностью очень мало связана. Очень мало. Послушайте. Виктор Федорович Янукович был абсолютно законный президент Украины. Никто не сомневался в том, что он избран по закону. И что он по закону сидит в своем офисе. Да? Но в какой-то момент, в момент последнего Майдана, он перестал быть президентом. Все. Народ его не воспринимал. Он не президент больше. И все. Да? Вот не президент. В общем, почти то, что там и произошло с Михаилом Сергеевичем. Его легитимность под сомнением. Потому, что она не была подтверждена выборами и так далее. Ну, серьезными. Но все-таки он был какое-то время президент, управлял там вообще все. А вот в последние месяцы, помните, ну, кто помнит этот фарс, да? Он каждый день задавал указы. Каждый день. И никто эти указы не выполнял. И всем было начихать совершенно. Да? Он перестал быть президентом. Ну, а последний император русский, Николай Александрович Романов, он же тоже потерял власть. Он перестал быть царем, когда еще был легитимным монархом. На станции Дно, когда он подписывал отречение, он был не менее легитимным монархом, чем на следующий день после коронации. Ну, точно такой же монарх, такой же самодержец и так далее, да? Только вот не царь. Все. Больше не царь. Почему-то, да? А почему не царь? А потому что он нарушил контракт. Он нарушил контракт с обществом. Не писаный, не было ни конституции, ничего. Он ничем не был ограничен. А вот стрелять по людям нельзя. Вот нельзя и все. Вот после кровавого воскресения отец Георгий Капон, который не был никаким провокатором охранки, придумали потом, вот он сказал, у нас нет больше царя. Он был в первом ряду. Рядом с ним убили человека. В общем, он смелый человек был очень. Но он сказал, у нас нет больше царя. И вот с 1905 года легитимность государя-императора падала, 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 падала. Ну и все. И когда случилось то, что случилось, его не защищали даже офицеры свита. Даже офицеры свита не защищали. Которые должны были умереть возле него. Они должны были возле него умереть. Они не могли от него отойти. Ничего. Когда поезд тормозил у Петроградского вокзала, когда он приехал уже после отречения, то офицеры свиты спрыгивали с поезда и убегали. То есть полный, полный крах вообще империи. Абсолютный. Он потерял легитимность, потерял согласие. Откуда берется согласие? Вот давайте посмотрим. Самое хорошее, конечно, это время. Вообще, когда что-то происходит долго, то кажется, что это правильно. Просто потому что, ну как, слушай, солнце встало, встало, село, встало, село. Ничего не трогай. Зачем это надо? Британская монархия. Первая из монархий мира существующих сегодня. Самая уважаемая. Там есть, например, такой замечательный ритуал. Раз в год монарх зачитывает тронную речь перед своими лордами. Значит, монарх едет в такой золотой карете из Бекингемского дворца, в Вестминстерской аббатствах, в сопровождении конной гвардии. Все это вообще красиво до невозможности. Лорды сидят в таких мантиях. А депутаты палаты общин, им нельзя сидеть в присутствии монарха, они стоят в дверях. Ну, правда, там сделано стояние в дверях, сделано так, чтобы 450 депутатов могли там поместиться. Вот. Значит, и монарх зачитывает речь. И все, да, и это практически не менялось в последние 700 лет. Вот эта процедура, да. На самом деле все неправда. Вот все неправда. Карета не та. Наверное, оборудована вертикальным взлетом. Я не знаю, в общем, как с учетом нынешнего терроризма. Вряд ли они королеву пускают просто так-то, да. Вот. Охраняют ее, конечно, вовсе не только эти картинные ребята на лошадях, а, в общем, как-то, наверное, профессионально. Но самое-то главное другое. Мои лорды, к которым она обращается, не решают практически ничего. Это не сейчас стали кое-что решать, когда стала не наследственная палата назначаемая, да, как вроде нашей общественной палаты. Вот. Ну, только настоящая. Вот. Значит, мои лорды не решают практически ничего. А все решают те, кто стоят в дверях, которым нельзя сидеть в присутствии монарха. Монарх зачитывает речь, которую ей накануне дал один из тех, кто стоит. По традиции она не имеет права ни на одну запятую отклониться. Ни на одну запятую и не отклоняется, конечно, никогда. А зачем-то вот это все представление. А затем, что если у кого-то возникает такая мысль, а давай мы что-нибудь поменяем, ему говорят, ты что, сдурел, да? Ты сдурел 700 лет. 700 лет ты менять будешь, да? Не трогай. Не трогай. Не делай лучше, чтобы не было хуже. И это правильно, на самом деле, да? Поэтому время это самая классная такая штука. Вот. Значит, дальше. Бог, да? Ну, если власть от Бога, непосредственно от Бога. Король Хусейн, король Ордании, батюшка нынешнего короля Абдула II, ну, его легитимность была очень сложной, да? Первый король из этой династии, Абдула I, был выбран англичанами и среди вождей племен тамошних, никакой Ордании не было, естественно. Вот. Они просто выбрали там одного своего, ну, вот вроде как Кадырова, и сказали, значит, вот ты будешь королем. Ну, хорошо, он стал королем. Вот. Его сын, молодой король, проиграл, ну, не только все арабы вместе, но проиграли войну с Израилем. Ну, в общем, как-то все было нехорошо, на самом деле. Да, а на его территории, на территории Иордании, базировались палестинские лагеря, которые короля и все его государство просто в грош не ставили. Вот. И тут представьте себе, какие-то совершенно независимые историки. Ну, мы знаем независимых историков, у нас они тоже есть. Вот. Они обнаружили, что, оказывается, король Хусейн является прямым потомком пророка. Ну, вот прямой потомок пророка. Все-таки мусульманская страна такая, вообще, на минуточку, ты подними на него руку. Это очень сложная, на самом деле, да? Поэтому Бог – это очень хорошая, хорошая, хорошая история. Вот. Успех. Успех. Когда была создана Федеративная республика Германия и ее конституция, то, в общем, сомнения в легитимности были очень большие. Ну, слушайте, страна оккупирована, лидеры страны повешены, а кто не повешен, тебе в тюрьме. Значит, ну, в общем, все это как-то так странные выборы. Ну, можете себе представить, что Европейский Союз сегодня признал выборы, проведенные в тех условиях. Ну, когда страна полностью оккупирована, смеетесь. Но первые лидеры поствоенной Германии, вот после Рейха, были великие люди. Им действительно, немцам ужасно повезло, что вот такие люди нашлись. Аденауэр, Эрхард – это великие были люди. И они смогли поднять экономику из руин. Просто из руин. Это фантастически. Это называлось германское чудо. Действительно, потому что они вот, ну да, им дали 100 миллионов долларов, по тем временам огромные деньги по плану маршала. Но, знаете, деньги разворовать можно, получается, при желании. Так вот, нет, не разворовали, а на дело пустили. И как пустили? И вот этот успех сделал правительство Федеративной Республики Германии настолько легитимным, что когда объединялись две Германии, и были все эти разговоры, что вот сейчас они объединятся, будет какое-то единое государство вместе. Какое единое государство? Они просто распространили действия своих законов, своей конституции, своей финансовой системы на восточно-германские земли. Вот ГДР просто исчезла, а ФРГ осталась. То есть, ну, можно сказать, что они аннексировали ГДР. Ну, по всеобщему согласию, просто потому что ГДР не было. Да, вот ГДР не смогла достичь успеха, хотя там в нее вливались деньги, там все это было, там показывали витрину соцлагера, а вот не получилось. Дальше. Соответственно, национальным интересам, кстати, очень часто об этом говорят, что вот, конечно, у нас там и это не так, как у всех, и это не так, как у всех, потому что мы вот другие, да? Вот мы другие. Понимаете, у всех демократия у нас соборность. Ну, потому что соборность, потому что я вообще русского человека не понять. Вот. И человека Буркина-Фасо тоже не понять, между прочим. Вообще никого не понять. В 90-е, проклятые 90-е годы, вот когда я был советником врагов народа наших, сюда приезжал все время делегация АМФ, Международного валютного фонда, которые нам давали деньги, и, кстати, очень сильно помогли, фантастически помогли. Так вот, с одним человеком оттуда я разговаривал, он мне говорит, знаешь, говорит, вот куда бы мы ни ездили, нам всем говорят одно и то же. Все. Нам говорят, вы не понимаете наших национальных особенностей. Конечно, нет, то, что вы говорите, работает, это все правильно, и мы понимаем, что это везде работает. Но у нас в Буркина-Фасо, понимаете, у нас в Буркина-Фасо, у нас совершенно особая ментальность, у нас особый дух, там и так далее. Вот везде. Кстати говоря, это правда, везде особый дух, везде работает. Харизма. Был такой человек, Фидель Кастро, который правил почти 50 лет. Я вот, кстати, даже не знаю, были у него какие-нибудь выборы или нет. Вот. А главное, было не важно. Почему он правил? Потому что он был Фидель. Он был Фидель. Все. У меня знакомый был, который был на Кубе, когда Фидель был в силе, и его повели на миссинг, где выступал Фидель. Фидель выступал коротко, часа четыре, без бумажки. Вот. И говорил, что я сядь по-испански. Это мой знакомый, он английский знает, испанского не знает. Он мне говорил, что где-то через минут через 20 он понял, что за этим парнем пойдет куда угодно. Вот от него что-то исходило от Фиделя. Понимаете, он действительно был выдающийся человек. Совершенно выдающийся человек. При этом он загнал страну в полную яму. Там ни экономики, ни черта нет, там репрессии, там оттуда бегут. Все что хочешь, да? Но сколько раз американцы пытались его свернуться. А вот ни черта. Потому что он Фидель. Вот ничего не сделал Фидель. И, наконец, закон. Самое, конечно, хорошее. Закон может быть в двух вариантах. Ну, в разных вариантах. Самые два главных. Династия. Почему этот? А потому что он сын скончавшегося короля. Король умер, разрастет король. Все. Не надо никаких других оснований. Понимаете? Даже если король не умер, если его убили. Убили Павла I, стал Александр I. Все знали, когда они входили в опочивальню императора, то они знали, что следующим будет императором Александр. Сомнений никаких не было. Да? Не может быть никто другой, кроме Александра. После Павла. Правильно? Это закон. Ну, или, конечно, выборы. Почему никто никогда не попытался сделать военный перерыв в Соединенных Штатах? Белый дом взять несложно. Захватить. Рота спецназа справилась бы с этим. Сел бы какой-нибудь полковник патриотический в овальном кабинете и сказал, братья и сестры, значит, вот закончилась власть у коммунистов, теперь будем жить по нашим, по правилам и так далее. Почему он этого не сделал до сих пор? А потому что... И он же даже судить не будет, его госпитализируют. Потому что президентом может быть только тот, за кого голосовали в первый вторник, после первого понедельника, ноября месяца Високосного года. И кто потом взял большинство на коллегии выборщиков. Только этот человек может быть президентом. Никто другой не может быть президентом в Соединенных Штатах. Ну, закон. Теперь давайте пойдем дальше. Как это было в России, когда появились Рюриковичи. Кто они там были? Какой там был их призыв? Я думаю, что не было никого призыва. Вы просто пришли и захватили. Ну, просто потому что не было субъекта призыва тогда. Что призвали? Кто призвал? Кто призвал? Все деревни, поселения, которые были на этой земле, они как-то все собрались, решили, давай мы Рюрика позовем. Ну, бред же собачий. Рюрик просто пришел. Но это неважно. Он пришел, и его сыновья, племянники и так далее стали править. И возникла династия Рюриковичей. В чем была их легитимность? Во-первых, был договор. Их нанимали, их нанимали. Мы тебя содержим, мы тебе платим, а ты за это защищаешь нас от чужаков. За это ты получаешь дань, за это твои дружинники имеют право иногда буйствовать, девок портить, еще что-нибудь. Ну, что делать? Но, в общем, договорные отношения. И в каких-то случаях мы можем тебя и прогнать. Иногда прогоняли князя. Правильно? А вторая, Рюриковичи. Природная религитимность. Через несколько поколений князем мог стать только Рюрикович. Вот только Рюрикович. Не каждый Рюрикович мог быть князем. Но только Рюрикович мог быть князем. А дальше появился князь Владимир, который стоит с крестом. Значит, как ему вообще повезло, что президента зовут Владимир Владимирович. Правда? Кто бы ему памятники ставил? Кто бы вообще о нем вспомнил? Но на самом деле князь Владимир был действительно... Он сделал очень важную вещь. Потому что он ввел общую для всех религию. Он ввел общего бога. До него в моей деревне вот эти боги, а в той деревне другие боги. Понимаете? А он сделал единого бога для всех. И тем самым способствовал формированию нации. И он... У него уже была легитимность двойная. Была природная, потому что он был Рюрикович. И была династическая природная легитимность. И была православная. Он был православный государь. Первый. Первый православный государь. Владимир. Совершенно неважно, как он там буйствовал. До, после. Это про другое вообще. В кино можно снимать все, что угодно. На самом деле, действительно он это сделал. Он это сделал. Дальше пришли татары, орда. И был великий человек Александр Невский. Действительно великий человек. Он был велик тем, что он сделал, по-моему, совершенно ужасную вещь для страны. Тем не менее, это великая вещь. То есть, она ужасная, она великая. Значит, он развернул страну от Европы в Азию. Это он сделал. И у него легитимность была вообще тройная. Он был Рюрикович. У него была природная легитимность. Он был православный государь. И у него был ервык от Орды. То есть, он со всех сторон был защищен. И когда его подданные бунтовали, он бежал в Орду. И его защищали там. Потом, значит, он собирался с силами. Ходил, наводил порядок там. Дальше московские цари. Московские цари. У них была легитимность. Ну, татар не стало. Значит, легитимность осталась природной. Они были Рюриковичи, последние московские цари. И православная легитимность. А дальше, после смерти Ивана Грозного, после смерти Федора Иоанновича, после убийства царевича, или гибели царевича Дмитрия, началось вот то, что называется смутное время. Потому что легитимности не было ни у кого. Прошла череда выборных царей. Там, Годунов, Шуйский, там, и так далее. Но это все было как-то очень нестабильно, непонятно. А почему ты, а никто другой. И в конце концов, значит, появились Романовы. У Романовых была двойная легитимность. Они были православные. И они были, первые Романовы, были выборными царями. Они были царями волею всей земли. Земский собор избрал Романова. Ну, потом есть разные версии, что на самом деле они избрали не Романова, а никого другого и так далее. Но, по крайней мере, закрепилось вот это представление. Что они волею земли. Все земля собралась, и знатные люди, и черные люди. Вот, значит, выбрали Михаила Романова. Который незадолго до этого был в Кремле вместе с поляками оборонялся от войска Минина и Пожарского. То есть, он был с той стороны, на самом деле. Но это как бы не важно. Но вот их, поскольку выборность, то, что воля земли, это очень ненадежная легитимность. Очень ненадежная. Не 20 век. То для них была очень важна их православная легитимность. Очень важна. И поэтому Алексей Михайлович Тишайший, царь Тишайший, второй царь династии Романовых, он так лютовал в установлении православия правильного. И протопопа сжег. И вообще как-то так крутой был достаточно дяденька. Хотя назывался он царь Тишайший. А вот дальше появился Петр. Но вот эта легитимность как-то не очень работала. Все равно оставалось ненадежным. И Петр создал другую легитимность. Он объявил себя императором. Он сделал легитимность, основанную на успехе. Легитимность власти Петра была связана с тем, что он победил. Что он сделал мировую державу. Он реально победил. Победил Карла XII. Он очень много чего сделал. Он при этом разорил страну. Это другой вопрос. Победа. Победа, успех. Это отличная легитимность. У нее есть только один недостаток. Она не выдерживает поражения. Она не выдерживает поражения. И поэтому, когда Россия, Российская империя проиграла... А, когда вот началась война с Наполеоном еще, с Наполеоном, то и Наполеон пошел, и вначале это была паника, в общем-то, да? Александр I вдруг сказал за веру царя и отечества. Он был первым монархом русским, который вдруг после Петра выставил веру вперед. Одно из достижений Петра, то, что он, будучи сам глубоко православным человеком, создавал светское государство. Он был абсолютно светским. Вера это было твое дело. Он сам пел в хоре, царь. Но вот церковь не управлял. А Александр I, просвещенный, образованный, либеральный человек, вспомнил за веру, за царя. Он первым после Петра назвал себя царем, а не императором. Потому что он испугался. Ему нужно было вернуть легитимность, вот свою православную легитимность, династическую легитимность. Правда, потом, когда война повернулась, и во время Священного Союза, он же снова стал императором, конечно. Снова он стал императором. Он уже забыл про это. Ну, это понятно. Но поражение империя не могла пережить. Когда империя проиграла Крымскую войну. Это счастье, что был Александр II с его кругом друзей, и что они пошли на реформы. Иначе вообще все погибло, наверное. А Николай I, государь Николай I, он вообще не пережил поражение в Крымской войне. А поражение в русско-японской войне, оно, в общем, конечно, было предвестником конца. Кстати, в связи с этим очень трогательные рассуждения нашего начальства о том, что Россия никогда не проигрывала войны. Вообще никогда. Историю учить надо хоть немножко. Так вот, Николай II легитимность потерял. Потерял. До того, как потерял корону. Кстати, вот у Марка Твена есть прекрасный роман Янке предварили короля Артура, те, кто читали. И там вот есть такой эпизод. Янке сопровождают короля в его поездке по стране. А там такая была традиция, что король лечил золотуху прикосновением. Приходили люди, он накладывал руку и говорил, ты излечен, и значит, все получалось хорошо. И давал золотую монету. Значит, Янке, во-первых, заменил золотую монету медной, ну, чтобы дешевле было. Тут же очередь сократилась раз в два. Но, тем не менее, осталось. И более того, часть людей излечивалась. И он там делает, Марк Твен делает совершенно правильный вывод. Он говорит, когда король потеряет способность лечить золотуху прикосновением, он потеряет корону и голову. Так и случилось. Все, Николай потерял все и очень быстро. В советское время, вот это постреволюционное время, на чем они держались? Ну, конечно, держались в насилии и страхе. Потому что они показали, новая власть показала, что они останавливались вообще ни перед чем. Вообще ни перед чем. Со времен Великой Французской революции таких ужасов никто не устраивал. Набивать баржи своими то ли врагами, то ли не врагами и топить прямо. Расстреливать подряд, брать заложников. Совершенно они же страшные вещи делали. И, конечно, их все боялись. Но, был еще один источник легитимности. Они были предами будущего в настоящем. Они говорили, помните лозунг, коммунизм, светлое будущее всего человечества? Вот хрен ты куда денешься. Вот это будущее. И мы его знаем. Нам оно ведомо. Тебе не нравится? Отдыхай. Неважно. Все равно будет так, как мы сказали. И многие в это поверили. А позднесоветские элиты, это уже другое. Они базировались на времени. Потому что кто из нас мог подумать, и все, кто застал то время, кто из нас мог подумать, что Советский Союз когда-нибудь кончится? Как это? Он вечен? Он вечен. Ничего другого быть не может. А во-вторых, они держались за Ленина. И поэтому они... Помните, каждый, когда они снимали друг друга, то каждый возвращался к ленинским нормам. Обязательно к ленинским нормам. Единственный источник единства был Ленин. И поэтому в ходе перестройки, когда уже можно было ругать все, даже саму революцию, был период, когда нельзя было ругать Ленина. Ленина за Ленина держались до конца. Не потому что они его любили. А потому что если и Ленин не такой, тогда, пацаны, а что вы тут делаете в Кремле? Что вы тут сидите? Какое право у вас тут сидеть? А так они были наследниками святого Ленина. Значит, вот смотрите. Правильная власть. А правильная власть представляет правильные цели и правильные средства. Какие цели? Власть может сказать, моя цель построить дорогу от Москвы до Владивостока. Мы построим дорогу. Вообще мы построим хорошие дороги, и у нас будет другая жизнь. Вот ближайшие 4 года, вот вы или 6, вот вы за меня голосуете, и я за 6 лет построю дороги. Нормально? Нормально. Клинтон обещал что-то там с интернетом сделать, что я уж не помню что, но там каждый, при первом его сроке, каждый мальчик, девочка старше 10 лет будет иметь выход в 4-х полосный интернет, ну и так далее. Вот что-то вот такое. Абсолютно нормальные, краткосрочные, проверяемые цели. А можно ставить другие цели. Долгосрочные и потому непроверяемые. Вообще. Или просто непроверяемые. Можно встать с колен. Вот скажешь, мы встали с колен, но не встали с колен. Где измерение? Где измерение? Понимаете, на сколько сантиметров ты поднялся? Вот как это вообще? В какой позе ты стоишь сейчас? Вот это нельзя измерить. И еще это хорошо тем, что подданные узнают о том, что они встали с колен из телевизора, который контролируется тем, кто с колен подымает. Понимаете? То есть это совершенно такое безотходное производство получается, да? Но есть, конечно, некоторые выродки, которые не верят телевизору. Некоторые из них здесь собрались. Но, в общем-то, если тебе за дня в день толдычить одно и то же, то, в общем-то, оно начинает действовать. И вот эти долгосрочные, непроверяемые цели, типа коммунизма, свет цивилизации диким народом, там и так далее, и так далее, эти цели очень красивые. Их воспевают. Послушайте, несите бремя белых и лучших сыновей на тяжкий труп. Пошлите за тридевять морей. Это же красиво, да? Это же красиво. А кто воспел подвиг того генерал-губернатора британского, который спустил британский флаг, ушел с последним отрядом гвардии с острова, и ему вслед не стреляли, и оставили британскую систему парламентаризма, британскую систему образования, английский язык и уважение к королеве. Вот этот подвиг не воспел никто и никогда, хотя вот это действительно подвиг. Понимаете, захватить остров, когда ты приехал на броненосцы, а там голые дикари с ружьями или там с копьями, это не хитрое дело. А вот уйти так. Но воспевается это. Я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Кто тебя забывал в Гренаду вообще? Зачем? Нет. Или мы еще дойдем до Ганга, мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя. Это же прекрасно, это же прекрасно. А этот самый Захар Прилепин, который там несет какую-то ахинею полную, но такую же пафосную, или там Проханов какой-нибудь, вот этот вот пафос такой, замешанный на идиотизме и крови, идет и народ-то, а? Род открыл, хорошо, правильно, будем сейчас там Донбасс освобождать, Киев освобождать, что еще будем? Будем освобождать, землю в Гренаде крестьянам отдадим. Причем в это же верят многие из тех, кто это делает, что удивительно совершенно. Многие верят. Что вы, когда мы вошли в Афганистан оказывать братскую помощь, то первое, что мы там стали делать, мы стали землю вождей отдавать Дэхханам. А Дэххане говорили, нет, не надо, они что идиоты совсем, ну как можно взять землю вот этого феодала, вот, а ее пытались отдавать, ее пытались отдавать, то есть они действительно думали так, ну сейчас, хорошо, в Афгане землю, в Афгане крестьянам отдать, отдали, вот сколько народу положили, вот, своих больше 15 тысяч, афганцев от 1 до 2 миллионов, только убитых. Вот, значит, вот если ты добиваешься, чтобы люди приняли цели, тогда средства не важны, люди принимают любые средства, любые. Великий австрийский психотерапевт Виктор Франкл говорил, человек, знающий во имя чего, может перенести любое как, надо знать во имя чего, вот, если ты знаешь во имя чего, если люди верят, вот в то, что, да, вот мы там, я не знаю, несем свет, мы там воины света, еще чего-то, еще чего-то, они перенесут все, что угодно. Или, еще лучше, если вот эта цель, это не только мессианское, но и выживание, да, враг у ворот. Это чудная ситуация для любой власти, не только для нашей. Для любой власти враг у ворот, это прекрасно, это прекрасно, особенно хорошо, когда врага нету, когда ты его придумал, но ты можешь его придумать, одержать. Понимаете, вот международный терроризм, это никто вообще не понимает, что это такое, да, то есть, нет, ну вот, когда что-то взрывается, таких уродов, конечно, желательно поймать, уничтожить и так далее, да, но, что такое вот это вообще? Это прекрасная совершенно вещь для любой власти, потому что она позволяет делать все, что угодно, практически все, что угодно, да? Вот, значит, вот враг, враг у ворот, и тогда любые средства. Есть такой человек, Артур Кёстлер, он написал книгу «Дакнос от Нун», «Мрак в полдень», или «Слепящая мгла», еще есть перевод, где дело происходит в стране победившей революции, и главный герой, прототип Бухарин, Рубашов, его допрашивают, его обвиняют в каких-то безумных преступлениях, он один из лидеров партии в стране победившей революции, вот, и следователь ему говорит, ну подождите, но вы же понимаете, что для победы революции необходимы враги, причем сверху враги, такие вот, он говорит, конечно, он говорит, ну вот, а чего тогда, ну так случилось, что-то вы, ну да, ну не повезло, но дело-то важнее, одно дело делаем, понимаете, одно дело делаем, палачи и жертвы, все делают одно дело, и он соглашается, Кёстер пытался понять тайну московских процессов, ему почему-то не приходило в голову, что у них были заложники, значит, есть рациональные аргументы, надо делать вот так, потому что, да, ну хорошо, да, вот, ребята, чтобы построить дороги, вот дорога от Москвы до Владивостока будет стоить столько-то, да, поэтому, вот пока мы строим эту дорогу, мы должны ограничить финансирование вот этого, этого и этого, да, а потом зато мы сможем, вот у нас будет дорога и все будет прекрасно, и в общем люди способны это понять, почему бы и нет, да, мы должны повысить налоги, потому что мы должны противостоять, там, я не знаю, русской угрозе, да, мы должны построить новые истребители, новые бомбардировщики, новые радиолокационные станции, это стоит столько, это, ну, ребят, денег нет, ну, что поделать, все должны платить, или там, увеличиваем государственный долг, ну, в общем, как угодно, да, вот. Но, это работает, во-первых, во-первых, тогда, когда это можно объяснить, это, на самом деле, не всегда удается объяснять, во-вторых, это работает тогда, когда власть ставит перед собой действительно рациональную цель, когда власть действительно думает о том, как бы ей сделать лучше, а когда власть занята вообще не знаем о чем, там, реализации собственных каких-то идиотских представлений, или просто воровством, или там еще чем-то, да, тогда власть, или когда она просто ужасно неэффективна, как была советская власть, да, она была фантастически неэффективна экономически, совершенно, кстати, все разговоры о том, что, допустим, ГУЛАГ имел экономическое обоснование, это неправда, это просто неправда, потому что производительность труда в ГУЛАГе была исключительно низкой, а если посчитать еще тоже те расходы, которые пришли на охрану, инфраструктуру там и так далее, то вообще это вообще полное безумие, на самом деле, и главная задача управляющих лагерями, командующих этими лагерями была не где взять заключенных для выполнения работу, а где взять работу, чтобы занять заключенных, потому что работы не было, им нечего было делать, на самом деле, то есть, понятно, что их занимали бессмысленно, картриджным трудом, но им от этого легче не было, но экономически не было смысла, да, так вот, когда нет экономического смысла, когда ничего невозможно обеспечить, нужны иллюзии, понимаете, иллюзии, нужен иллюзорный мир, нужно вранье, которое позволит людям согласиться с этой властью. В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам есть прекрасный момент, когда уже после ареста Восифа Мильча она жила в Твери, в Калинине, вот, снимала комнату какой-то нищей тетки с какой-то там местной фабрики, вот, или там угол она снимала, она не помню, угол, кажется, вот, и нищета беспросветная такая, вот, и тетка ей однажды говорит, вот нам-то все-таки еще ничего, нам иногда керосину подбросят или селедки, а каково ж рабочим в капиталистических странах, вот, 38-й год, рабочие в капиталистических странах жили не так хорошо, как сейчас, но уж не так плохо, как та тетка несчастная, да, вот, но она верила, она верила, что они живут еще хуже, и поэтому для, для того, чтобы поддерживать власть, нужно врать, нужно врать, вот, посмотрите, Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, выступал вчера или позавчера, где-то там, его спросили насчет закона об оскорблении величества, закона о защите чести и достоинства президента, что сказал Вячеслав Володин? А вот в Штатах 4 человека сидят за то, что они сказали про Обаму, поздравляю вас, гражданин Саврамович, ну, нет, конечно, ничего подобного в Штатах, никто не сидит за то, что нам Обаму как-нибудь обругал, ну, обругал, 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 вот, Обаме по барабану, вот, как Александр Третий передал какому-то бузатеру, передать ему, что я на него тоже плюю, вот, максимум, да, вот, но, чтобы принять такой закон, надо, надо соврать, без этого не получается, когда они принимают закон об иностранных агентах, то они, ну, совершенно на голубом глазу врали о аналогичных законах на Западе, которых нету, нету, там про другое, там просто про другое, да, вот, то есть для того, чтобы неэффективная власть или власть, которая преследует цели, которые далеки от того, что может признать народ, да, для того, чтобы она держалась, она должна, она должна придумывать разговоры про жидобандеровцев на Украине, про то, что как только ты скажешь слово по-русски, тебя тут же убьют, там, и так далее, это идет оттуда же, на самом деле, это обоснование, обоснование действий, вот, значит, понимаете, вот, когда не удается уговорить, когда не удается вот так держать, понимаете, и лапшу вешать, и убеждать, ну, вот, ну, не удается, да, что тогда, что тогда можно этому делу противопоставить, значит, тогда, тогда есть еще один механизм, который позволяет удержать власть, он совершенно неожиданный, конечно, это, это любовь, власть должны любить, когда власть любит, ей не грозит революция, не грозит только дворцовый переворот, когда власть любит, то тому безумцу, который, значит, поднимет на меня копье, его, это копье вырвут из его рук другие люди, да, вот, то есть, надо, чтобы любили, как этого достичь? Можно рассказывать какой-то замечательный, ну, вот, тут написано, Джон Кеннедис Кейс, это интересная ужасная история, когда Джон Кеннедис был очень непопулярный президент, он еле-еле выиграл, еле-еле, и то его обвиняли в подтасовках в Чикаго, вот, и теперь уж пойди пойми, были они там или нет, вот, но они прям вот, он прошел так на грани, вот, у него много чего не получалось, рейтинг падал, вот, а потом случился фиаско в долине свиней, когда туда высадились антикастровские силы, были разгромлены просто в пыль мгновенно, вот, американцы сказали, а мы к этому не имеем никакого отношения, то есть, внутренние разборки, вот, а Кастро выложил в ООН на стол, выложил данные аэрофотосъемка, которые предоставила наша разведка, из которой следовало, что американцы оказывали поддержку судами, самолетами и так далее, и так далее, американцы, в общем, были, ну, реально участвовали в этой войне и проиграли, да, дикий скандал, да, а перед этим Эдлай Стивенсон, постоянный представитель США в Совете Безопасности, с гневом отверг все инсинуации Кастро, Кастро положил на стол только потом документы, естественно, пусть там кто-то соврал, вот, американцы очень не любят, когда власть врет, вот, видите, сейчас этого Флина сняли, то, что он не все сказал лицу президенту, вот, значит, она это очень сильно не любит, вот, вышел Джон Кеннеди под камеры, взял вину на себя, сказал, что это мой приказ, там все, у него дрожали руки, был бледный, ну, значит, стал готовиться к отставке на следующее утро, вот, первые же замеры показали резкий взлет популярности президента Кеннеди, которая росла, 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 росла до Далласа, где его убили, ну, когда он уже взлетел вверх и был причислен к лику святых, естественно, да, то есть, прежде всего, никто не помнит, что это он начал войну в Вьетнаме, так, между прочим, вот, непонятно зачем, ну, в общем, он был не очень эффективный президент, даже почему, вот, но, тем не менее, тем не менее, да, его уже полюбили, так вот, что они стали анализировать, что тут произошло, тут длинная, такая интересная история, в общем, он был слишком хороший, знаете, богатый, молодой, красивый, жена-красавица, пулицеровская премия или там еще какая-то типа пулицеровская, в общем, ну, слушай, ну, слишком хорош, понимаешь, я-то рядом с ним кто, а когда я его увидел, бледным, с трясущимися руками, растерянным и так далее, то я понимаю, да ничего, ну, что, нормальный мужик, нормальный мужик, вот, можно с ним иметь дело, поэтому очень хорошо, тоже нехорошо, вот, любовь к жестоким правителям, Некрасов говорил, люди холопского звания сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем милее, господа, если б только холопского звания, если б только холопского звания, когда умер товарищ Ким Ир Сен, дедушка нынешнего этого деятеля, этого Ким Чен Ина, значит, когда он умер, я помню, был репортаж из Пхеньяна, ну, дорогие друзья, ну, не может корейское КГБ нанять, согнать столько агентов, которые будут реально плакать на площади, между собой, огромное число людей, камера вот так вот идет по лицам и все рыдают, вот, реально, да, или их научили плакать, я не знаю, в их кружках изучения жизни товарища Ким Ир Сена, но, в общем, это действительно было. Страна страшнее которой нет в мире, просто в мире нет страны страшнее Северной Кореи сегодня, да, они рыдали, понимаете, вот, а популярность там какого-нибудь Саддама Хусейна, она что, только на концлагерях стояла? Да нет, конечно, конечно нет, да, никогда, никогда демократический лидер не бывает столь популярен, как авторитарный диктат, никогда, вот их действительно любят, и любят очень многие. Почему? Потому что они используют террор, и потому что, опять же, нет времени подробно останавливаться, потому что террор безадресный. Понимаете, в чем дело? Когда преследуют евреев, если я не еврей, то мне нечего бояться. Когда преследуют рыжих, и я не рыжий, мне нечего бояться. Когда преследуют образованных, и они образованы, мне нечего бояться. Но если преследуют неизвестно кого, если преследуют троцкистов. А Троцкого давно нету. Черт его знает, кто троцкий, кто троцкист, а кто нет. Это следовательство КВД определяет. Кто троцкист, а кто не троцкист. И может быть, я троцкист. Вот тут-то я буду бояться. Вот тут-то я буду бояться. Верно? Или просто враг народа. Вот просто враг народа и все. Я видел из особой папки документ 1939 года, переписка ЦК КПСС к ВКПП еще тогда с областными подразделениями НКВД. Значит, там ответные были письма. Письма того я не видел. Ну, просто, по-моему, не нашли. Ответные письма. Но там из него понятно, что ЦК ВКПП требует от каждого областного отделения обезвредить некоторое количество врагов народа первой и второй категории. Подробно расписано, что с врагами народа первой категории надо, значит, так поступить. Ну, расстрелять с их членами семьи так-то враги народа второй категории так-то. И так далее, и так далее. Вот, судя по переписке, не было сказано, за какие проступки человек считается врагом народа первой категории, врагом на второй категории. То есть, просто была разнарядка. Расстрелять столько, то посадить столько. Все. Вот в этой ситуации люди начинают бояться. А жить в страхе тяжело. И поэтому самый надежный способ не бояться. Это полюбить. Есть три вообще возможности реакции на непредсказуемый террор. В семье, на улице, неважно где. Первый. Восстание. И были герои, которые восставали. Второй. Принятие этого кавкянского мира. И наши с вами соотечественники жили с тревожным мешком у дверей, где была теплая одежда, запас еды, лекарства и так далее. При этом музыку писали, стихи и так далее. Но это какой силой надо обладать? Ну или как Иван Денисович. Литературный герой. И третий самый надежный способ полюбить. Если я его полюбил. Если он мудр, прекрасен, все благ и так далее. Что же мне бояться? Он же только врагов карает. Я-то не враг. Он же знает, как я к нему отношусь. Он же не может не знать. Он же знает все. И поэтому вот эти письма товарищу Сталину сетапов и так далее. Это понятно. Это не потому, что они сумасшедшие. Они нормальные были. Они такие же, как мы. И мы можем испытывать все то же самое. Легитимность Путина. Вот он-то откуда взялся у нас. Первые пару недель его власти это была династическая легитимность. Он был царем. Он был назначен царем. Когда его назначили премьер-министром, то понятно было, что он будет наследником. Просто потому, что он любимый сын царя. И в тех законах о престоле и наследии, которые были тогда, царь может назначить своего любимого сына, кого угодно любимым сыном, и тот становится царем вместо него. Но надо отдать должное Владимиру Владимировичу Путину. Он вообще очень талантливый человек с моей точки зрения. Он очень умный человек. Я помню, как он, когда в РАУЕС России проводилась реформа энергетики, это была тяжелейшая реформа. Тяжелейшая и очень важная для страны. Как Владимир Владимирович врубался во все детали, как он все понимал. Он очень умный человек. Вы можете его не любить. Я тоже его не сильно люблю. Я ему недавно письмо писал. Ваше высокое правительство уходить. Пока не поздно. Не повторять судьбу Николая Второго. Но это не важно. Любишь, не любишь. Надо же понимать реальность. Он очень умный человек. Он очень талантливый человек. Династическая легитимность сменилась его харизмой. Когда он сказал мочить в сортире, это была гениальная фраза. Потому что она отвечала общественным настроением. Люди устали от непобедимости чеченских маджахедов. Люди хотели победы. Люди хотели силы от своего государства. Даже те, кто были против этой войны. Я был против этой войны. И многие из вас, наверное, были против этой войны. Но это не важно. Это не важно. Вот он сказал мочить в сортире. Искали, искали национальную идею. Умные люди по поручению Бориса Николаевича Ельцина искали национальную идею. Вот он. Он ее нашел. Он сказал мочить в сортире. Поймаем, замочим. В сортире поймаем, в сортире замочим. Вот он выразил то, чего хотят услышать люди. А в новогоднюю ночь, после того, когда днем Борис Николаевич отрекся от престола, и он стал отпадающим обязанности президента, что он делал в Новый год? Он не водку пьянствовал, нет. Он полетел вместе с женой и с ближайшими какими-то сотрудниками. Он полетел в Чечню. И в Чечне он вручал в качестве новогоднего подарка десантные ножи нашим солдатам. Люди хотели гордиться армией. Люди устали от того, что армия все время проигрывает. Армия – это один из символов государства. Ну как же так? И вот он четко обозначил. Я с ними. Я с ними. Я их уважаю. Я вместе с ними. И появилась харизма. Очень быстро. Фантастическая. Хотя при всех стилистических различиях между ним и Фиделем Кастро он правил как Фидель. Он правил за счет своей харизмы. Как мне кажется. Во многом. Вы помните этот идиотизм? Когда какие-то дуры из числа всяких актрис говорили, что у него сексуальная походка. И что она там чуть ли не оргазм испытывает, когда его видит. И так далее. Ну понимаете, дуры – они и есть дуры. Это вот выходит туда за немножко заряд. Но отражает общее настроение. И он держался на харизме. Была фантастическая харизма. Вам он не нравился? Это не важно. Мне он тоже не нравился. Он никогда не был моим президентом. Я никогда за него не голосовал. Ну какая разница? Большинство думало иначе. И он был президентом не потому, что его выбрали. А его выбрали потому, что он президент. Понимаете? Потому что он для людей был президентом. Поэтому выбирали. И без всякого Чурова его могли выбирать. Да и Чурова тогда еще не было. Вот. А это кончилось. Это, кстати, бывает с людьми. Любил, любил, а теперь не любит. Вот. Еще вчера любил, а сегодня уже не понимаешь за что. Вот. Бывает, бывает. Окей. Когда это случилось? Когда он потерял харизму? Знаете, когда? В 11-м году. В 11-м году. И можно даже точно сказать, когда он это узнал. Когда он сам это узнал. Помните бой? Без правил. Мансон. Мансон. Американец против нашего, как его? Ефименко, Екименко? Емельяненко. Емельяненко, да? Вот эти два мордоворота, значит, они вот там бились. А Путин пришел в Олимпийский посмотреть. Он пришел просто посмотреть. Ему это нравится. Мне, например, смотреть противно. А ему нравится. Ну, что, имеет право. Пошел смотреть. Наш победил. Что сделал Путин? То, что сделал бы на его месте и Оланд, и Обама, и Меркель, и кто угодно. Любой губернатор. Он вышел на ринг поздравить победителя, своего парня, да? И поздравить болельщиков. Болельщики же были за своего, ну, понятно. Вот. А что ему сказали трибуны? А трибуны. А трибуны ему сказали матерные слова. Нет. Если бы разошлись. Они свистеть стали. Они его стали посылать далеко. И так далее. И он очень переживал. Пресс-секретарь собрал специальный брифинг и сказал, что свистели. Да, свистели, но не Путину. И вообще это означало не то, что вы подумали, а что-то совершенно другое. Вы знаете, те, кто не знали, что ему свистели, все узнали, что ему свистели. Естественно, да? Я спрашивал человека, который потом стал послом американским здесь, Мако Макфола. Он был тогда помощником. Или он тогда был послом, не помню. В общем, он работал одно время, он работал помощником Барака Обамы. Я его спросил, говорю, слушай, а что было бы, если бы с твоим шефом такое случилось? Мы давно просто не очень знакомы. Он говорит, ну, ничего бы не было. Ну, тому, кто устроил, непосредственно организовывал мероприятие. Ну, конечно, дали по шапке. Потому что ты вообще не води шефа туда, где его обидят. Ну, зачем это? Кому это надо? Ну, и все. Ну, а Обама, ну, что, говорит, ну, наверное, ему было бы неприятно. Ну, так, пережил бы, подумаешь. А почему? Почему Путин так расстроился? А Путин так расстроился, что он отменил следующее свое мероприятие, анонсированное в Олимпийском. И он вышел к народу только уже туда, в Лужники, когда собрали 100 тысяч нашистов, и злые языки говорили, что он вышел под фонограмму аплодисментов. Они боялись, что аплодировать не будут. Он перепугался. Он реально перепугался. Вы помните, как он плакал в 12-м году? Он реально плакал. Вот. Реально. Какой там мороз. Он действительно прослезился, когда все-таки его избрали. Почему? Почему? Потому что Путин, в отличие от Обамы, Меркель, Трампа, кого угодно, понимает. Вот почему Трамп президент? Знаете? Трамп не нравится всем моим американским знакомым. Всем вообще. Они его называют, русскоязычные называют его трампончиком, а остальные говорят оранжевый клоун. Вот. Ну, понятно, мне он тоже не нравится. Но почему Трамп президент? Трамп вот может на таких, как я, ну, своих сограждан, если таких, как я, он может вообще, сын плевать, на самом деле. Потому что он президент. Не потому что они его любят или не любят. А потому что за него проголосовали. Проголосовали так, что коллегия выборщиков отдала пост президента ему. Все. Ребята, закройтесь. Ждите 4 года. Это совершенно нормальная вещь. Но Путин-то понимал, что он президент, потому что у него харизма. Он-то это понимал. И если он видит конец харизмы, то он, естественно, пугается. Что ему было делать? Он мог провести выборы 12-го года по-честному. Ну, совершенно по-честному. Просто вот совсем. Уволить Чурова, к чертовой матери. Волшебника поставить председателя избиркома по согласию с другими кандидатами в президенты. Вообще провести нормальный выбор. И он бы на них выиграл. Никаких сомнений абсолютно. Может быть, были бы проблемы с первым туром. Может быть, ему пришлось выйти на второй тур. Но второй тур он выиграл с огромным преимуществом у любого кандидата. У любого абсолютно. И с 12-го года у него была бы выборная легитимность. Настоящая. Но он не пошел на это. Вот он на это не пошел. И он пошел по другому пути. Чтобы восстановить легитимность, ему нужна была победа. А над кем победа? Слушайте, вот тогда, 11-12 год, вспомните. Крыма еще не было. Украины еще не было. Еще украинцы-братья. Да? Грузия была в 2008 году. Грузию уже победили. Грузию победили при Медведеве. Враги народа, конечно. Конечно, враги народа. То есть, нет, конечно, можно решить социально-экономические проблемы страны. Но черт из два ты их решишь. Ну, это вообще дело долгое, да? А так нужна победа. Либо над внешним врагом, либо над внешним. Внешнего тогда еще не было. Нужен внутренний. И поэтому был придуман внутренний враг. Когда говорят, что политика безумна, это неправда. Политика не безумна. Политика очень разумна. Политика рациональна. И политика с их точки зрения абсолютно правильна. С точки зрения достижения их целей. Вот. Сейчас скажу про цели. Так вот, он создал пятую колонну. Он создал врага иностранных агентов. И стал их активно побеждать. И он их побеждал. А теперь, смотрите, какие у него цели. Поехали. У него четыре задачи. Это удержание власти. Это всегда, даже у Трампа. Демократическая страна, она тоже, вообще-то говоря, надо сделать так, что суды не отменяли твои указы постоянно. И желательно, между прочим, чтобы не было таких митингов постоянных против тебя. Значит, удержание власти. Решение проблем страны. Ну, как же. В любой стране масса проблем. Решение собственных проблем. Это не обязательно личное обогащение. Не обязательно личное обогащение. Слушайте, а переехать из того дома, где ты жил, в официальную резиденцию. Тоже вообще там книжки паковать, еще что-то такое. Ну, дети в школу ходили, а теперь куда они будут ходить, в какую там. Ну, в общем, масса проблем. Ну, а можно ведь украсть побольше. А может еще что-то такое. Ну, конечно. И, наконец, каждому хочется остаться в истории. Каждому из них хочется остаться в истории. Своей страны, региона. Если это региональный лидер земного шара и так далее. Обама, например, понимал с первой секунды, что он первый чернокожий президент. Он осуществление американской мечты. Когда он первый раз выступал перед своими сторонниками в Чикаго. Еще не инокурационная речь. А вот после того, как Маккейн признал поражение. Он вышел к своим сторонникам в Чикаго. Обама. И сказал, если есть еще люди, которые сомневаются, что в этой стране возможно все. Вот наш им ответ. Я им ответ. Великое дело, да? Хорошо. Это у всех. И у Путина так было. И у всех. А вот, допустим, представьте себе, когда лидер очень долго сидит у власти. Свои проблемы он более-менее решил. Какие бы они ни были. То ли он переехал в новую резиденцию. То ли он наворовал там. То ли он еще что-то такое. Ну, вот он решил их уже. Решение проблем страны. Ну, они, конечно, не решены. Но сделаны механизмы их решения. Понимаете? Ну, из которых ты уже не выйдешь. Ну, что есть, то есть. Вот так оно и работает. Но остается удержание власти. Чем дальше, тем больше. Это важная проблема. И остаться в истории. И вот я думаю, что для Владимира Владимировича Путина сегодня вот эти проблемы главные. Удержать власти и остаться в истории. Не надо его примитивизировать. Понимаете? Все эти разговоры, что вот там Ралдугин, еще там сколько-то миллиардов. Я не знаю, правда это или нет. Я понимаю, что этого точно недостаточно. Для объяснения его мотивации. Она куда более сложная. И вот давайте посмотрим. Чего мы вообще хотим от лидеров? У нас есть два запроса к ним, как мне кажется. У нас есть запрос на менеджмент. И запрос на то, чтобы они нам помогали себя хорошо чувствовать. Ну что, чувствую, что мы такие достойные люди вообще. Крутые, да? Вот. Посмотрите, вот реакция, сегодняшняя реакция очень многих людей на вот этот фарс с Трампом. Позвонит, не позвонит. Отменит, не отменит. Кто-то сейчас написал, что Россия похожа на мадам Грицацуеву после первой брачной ночи со Стаппом Бендером. А где? Так любила. А где теперь? Ну, когда вот он вчера Трамп сказал, ну, от его имени сказали, что Крым там на место положить, ребята. Вот. Так вот, вот две таких разных вещи, да? Значит, либо мы хотим, чтобы он дороги строил. Дороги строил, вузы нормальные, там, я не знаю, медицинское страхование, там, еще чего-то, да? Либо мы хотим, чтобы он нам чувства обеспечивал, да? Чтобы он выражал эмоции наши, чтобы мы себя представили хорошо чувствовать. Всегда есть и то, и то. Важно, что доминирует. У Рейгана были, это апелляция к чувствам. Когда Рейган сказал, Рейган гениальный президент. Но, между прочим, вы его не за это. Его выбрали, в частности, за то, что он сказал, хватит вообще маяться чувством вины из-за Вьетнама. Кончайте, ребята, сколько можно. Мы хрустальный дом на холме. И все смотрят на нас с восхищением и завистью. Это сказал Рональд Рейган. И это было очень важным мотивом во время его второй предвыборной кампании. Хотя он был исключительно эффективный президент. Фантастически эффективный, да? Был покойный, к сожалению, ныне великолепный журналист Юрий Черниченко когда-то. Ну, кто постарше его, может быть, помнит по сельскохозяйству. Он писал очень здорово. Я помню один из первых демократических митингов в Лужниках. Где возле железной дороги там была такая большая площадь. Там 200 тысяч человек помещалось. Там были демократические митинги. И вот слово представляется Юрию Черниченко. Он выходит, начинает говорить, едет поезд. Ну, и все. И ни черта не слышно. Это, знаете, очень сложно вообще человеку, да? Но он был молодец. Когда поезд прошел... Я не знаю, что он собирался говорить. Я все хотел спросить. Мы были с ним знакомы, но забыл. Ну, а теперь уж. Значит, прошел поезд. Он сказал, вы видели этот поезд? Попробуй не увидеть. Вот. Он везет хлеб. Я, грешный человек, видел, что поезд состоял из цистерн. Вот. Ну, не важно. Он везет хлеб. Он везет хлеб из Канады. Откуда он это знал? Вот. А почему он везет хлеб? Потому что большевики отобрали землю. И дальше стал материть большевиков. Вот. И на полном восторге все это прошло. Он что, что-то новое сказал кому-то? Все, собравшиеся там, знали, что большевики отобрали землю. Ну, все, как один, да? Там другие не собирались. Он выразил красиво, красивыми словами, с трибуны, чтобы было слышно. Он выразил то, что все люди думали. И за это они были ему благодарны. А вот если вернуться в наше время. Вот смотрите. Феномен Крыма и Донбасса. Миллиарды долларов каждый год. Миллиарды долларов. Да? Полная изоляция. Санкции. Угроза войны. Гонка вооружений, в которую мы только втягиваемся еще. Советский Союз ее не выдержал когда-то, да? А уж мы-то послабже будем сейчас, чем Советский Союз. А все же довольны, да? А все ли кто? Большая часть населения. Большая часть населения. Так вот, почему? Потому что, когда Владимир Владимирович вернул Крым в родную гавань, как он выскопался, он обеспечил то, чего после 1991 года у населения не было. В психологии это называется Successful Identity. Успешная идентичность. Люди почувствовали себя сильными. Они получили самоуважение. Они стали к себе хорошо относиться. Чтобы к себе хорошо относиться, к своей стране хорошо относиться, они должны верить. Вот в этих самых жидобандеровцев. Они должны верить в преследование русских людей. Они должны верить в распятого мальчика. Они должны верить во все вот это. Они должны верить в то, что пиндосы, хоть там Трамп на какое-то время, но все равно Трамп тоже будет чмо, никуда не денется. И что весь мир против нас. И что мы всегда выигрывали. У нас украли победу. И так далее, и так далее. Это на самом деле страшно смотреть. Это страшно смотреть. Потому что речь Владимира Владимировича Путина после присоединения Крыма почти повторяет речь Гитлера после присоединения Судет. Это те же мотивы. Это то же самое. Понимаете? Это то же самое. И такой же энтузиазм. И так же люди приветствуют. Сколько это будет продолжаться? Сколько будет продолжаться такое опьянение? Я не знаю. Но я знаю одну вещь, которая необходима для того, чтобы люди увидели реальный мир. Которая необходима для того, чтобы запрос на вождя сменился запросом на менеджера. Чтобы мы выбирали менеджера, который будет строить дороги и заниматься здравоохранением. А не того, кто будет обеспечивать величие страны. Для этого нужно, знаете что? Ну, есть много чего нужно. Но нужна одна вещь, которая мне представляется очень важной. Нужна высокая самооценка граждан. Люди должны относиться к себе, сами к себе, с уважением. Если люди относятся к себе с уважением. Им не нужен вождь. Им часто нужен менеджер. Им нужен полицейский. Им нужен водопроводчик. Им нужен профессор в университете. И врач в больнице. Но им не нужен вождь. Они сами себе вожди. Ну, Как там? Кто будет жить в это время прекрасно? Это мы посмотрим. Спасибо, господа. Я не скажу с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...